Всем привет! У нас сегодня в студии Михаил Васильевич Попов. Михаил Васильевич, здравствуйте. Привет, сэр. У нас интересная сегодня тема будет, мне кажется, потому что людей в левом движении или людей, которые считают, что они находятся в левом движении, так и иначе много, и с каждым днём их всё больше. Жизнь такая, что обстановка располагает поливить народ левит. Вот я хотел бы на эту тему привести данные. Можно? Именно по этому вопросу, а потом мы можем пойти дальше. Первый вопрос такой. Как идёт изучение диалектики в России? А я вот к этому хочу подвести же буквально очень, так сказать, кратенько, потому что что такое левое движение? Это же понятное дело ещё со времен Великой Французской революции. Вот те, кто находился с правой стороны на скамейке парламента, и те, кто находился с левой стороны на скамейке парламента. Вот у нас на левой скамейке оказывается всё больше людей. Там же нельзя просто так находиться. Нужно же понимать, что делать, а чтобы понимать, нужна теория. У нас уже была Великая Октябрьская статистическая революция. До этого Февральская революция. Очень долгая революционная борьба. Школа прямо гигантская. Весь 19 век, фактически с восстания декабристов 1825 года. Выработана некая теория, проверенная практикой. Более того, этих теорий там несколько было выработано. И вот теперь у нас идут споры. Какая теория более годная? Какая годится? И может быть вообще нужна какая-то совершенно новая? Ну и, как мы знаем, у нас одна теория всё-таки победила. Это был диалетический материализм, высшими выразителями которого... И исторический. И исторический, безусловно. Ленин. И в меньшей степени, но всё равно с серьёзным вкладом Сталин. Разрабатывали, как мы помним, это Маркс и Энгельс и их последователи. Ну вот, вроде бы это готовая, ну если не... Это точно совершенно не готовый рецепт, но это готовая теория, на основании которой можно работать. Она уже доказала свою действенность в истории. Но у нас с этим не все согласны. Ну, это другой вопрос. Такого не бывает хорошего, с чем все согласны. Поэтому я думаю, это ничего такого особенного нет. Я хочу сказать, что прогресс колоссальный в изучении диалексики. Например, вот у меня впечатление студенческие. Я учился на математико-механическом факультете, и в это самое время ректором у нас нашего университета был Александр Данилович Александров, геометр-академик. И одновременно с этим большой философ, и он читал в актовом зале университета лекции по диалектике. Там 20 элементов диалектики у Ленина. И разбирал вот этот его конспект гегелевский. И весь зал, битком был набит. У нас еще тогда можно было прийти без пропусков, без разделений. Я еще помню это замечательное время. Это замечательное время. И вот я тогда решил узнать, тогда я задался вопросом, как изучать диалектику. Потому что этот вопрос у нас сегодня обсуждается, и сегодня будет обсуждаться. Как обсуждаться? Как вот по какому-то источнику надо же изучать? И вот я думал, что, наверное, изучать надо по конспекту науки и логики Гегеля, по Ленинскому. И я с этим решил уточнить. В философской тетради его. Уточнить мне было очень просто. У нас ректор преподавал на матмехе. Не у нас на курсе. У нас он не преподавал. Но вот я знаю, у него была лекция. Я посмотрел расписание. 188-я аудитория. На третьем этаже я дождался, когда он выйдет. Он с такой бородой выходит. Я говорю, Александр Данилович, а у нас со студентами, у нас на матмехе были отношения. Вообще никакого разделения такого не было. Вот обсуждаются вопросы, задачки решаются. Все дружно. Неважно, кто профессор, там, академик, или там, член-корреспондент. Вот я подхожу к ректору, к академику и спрашиваю, Александр Данилович, а вот как вот изучать науку логики? Или диалектику, как изучать? По ленинскому конспекту он так на меня посмотрел. Злобно причём посмотрел. Злобно-злобно. И как рёкнет на меня. Гегеля надо читать. Это, видимо, потому что вы не первый такое спросили. И наверное. И я пошёл читать Гегеля. Но тогда было довольно... Я вот, когда пришёл на экономический факультет в аспирантуру, думал, приду туда, а там все знают же Гегеля, потому что нельзя вполне понять капитала Маркса не прошедшировав науку логики Гегеля, я буду один гадкий утёнок. Это так Ленин говорит, кто не в курсе. Ленин говорил, что нельзя вполне понять. Вот вполне, вполне, конечно. А некоторые говорят, что это формулирует, что нельзя понять. Такого нет у Ленина. Такого нет. И вот я прихожу. А потом я выяснил, что я был один на всём факультете экономическом, который изучал науку логики Гегеля. Один. Ну, это меня вот ректор надоумил, и я изучал. А потом я этим дальше занимался, и хочу сказать, что это было какой-то редкостью. А сейчас... А сейчас у нас... Один человек преподавал на философском. Вот. Один человек преподавал, а больше никто и не преподавал. И всё. И вот этот человек уехал куда-то в деревню, и, так сказать, как философ в этом смысле пропал. И вот... Он наоборот может как диаген. А может как диаген. Ну да, наверное. Стремится всё выше. Наверное, мысль-то всё выше, но эта мысль до людей не доходит. Ну вот, а сейчас у нас что получилось? Вот интерес к изучению диалектики в России и мире постоянно растёт. Мы находимся в тупичке Гоблина, у нас тупик, пока мы не закончим ролик, выйти отсюда невозможно. Да, мы в философском тупике. И вот в этом философском тупике развед опрос о философии, который демонстрирует интерес и Дмитрия Юрьевича, и интерес, так сказать, и тех, кто вокруг него группируется вот в этом тупичке, интерес к диалектике и философии. Так вот, этот ролик посмотрело 233 тысячи человек. Затем, введение в науку Лойкин на 27 августа 1918 года посмотрело 357 тысяч человек. Только введение. О диалектике социализма 104 тысячи. О понятиях границы и предела, и вещи для себя 115 тысяч. Про рождение революции, поведу и становление социализма, наш с вами родник, 191 тысяча человек. Про единственную борьбу противоположностей в президентских выборах 221 тысяча человек. О единственной борьбе противоположностей вокруг нас 193 тысячи. О науке Лойки как в системе 182 тысячи. О диалектике перехода коммунизма в капитализм 197 тысячи. О диалектике революционной России 153 тысячи. О выведении категории в Лойке 158 тысячи. Более того, в помощь этому изучению. Значит, была подготовлена книга «Лекции по философии и истории». Она имеется на сайте Фонда Рабочей Академии. Вот она такая книга. Это имеет место быть. Красивая такая книга. Вот. И эта книга была затем недавно переведена на Фарси и издана тысячным тиражом в Иране. Вот это говорит о том, что тут есть, идет движение. Вот. Есть книга «Социальная диалектика», которая тоже имеется на сайте Фонда Рабочей Академии. Можно ее скачивать и изучать. Ее и скачивают, и изучают достаточно широко. И тоже изучение идет вперед. Дальше. Имеется книга, которую, наверное, все видели. Мы ее тут показывали. «Диалектика» «Джучка истины», совместная с Дмитрием Юрьевичем Пучковым и моя. И тоже ее сначала напечатали три с половиной тысячи, потом, значит, к радости и авторов, и к радости издателей, еще три с половиной тысячи, потому что она пользуется очень большим спросом, как бы кому-то и не нравилось, или не нравилось. Семь тысяч экземпляров бумажных книг. И сейчас, Михаил Васильевич, вам ответственно заявляю, это большая редкость, даже для художественной литературы, развлекательного характера. Вот. Теперь, значит, шесть выпусков Красного университета Фонда Рабочей Академии, который изучает три составных части марксизма. В единстве это марксистскую политэкономию, диалектику и научный социализм, то есть политическое учение. Седьмой набор сейчас готовится, уже больше двухсот человек записалось, причем занимаются не только наши страны, товарищи, из самых разных стран. И из Казахстана, и из Перу, и из Франции, и из Германии, из Австралии. И поскольку сейчас есть возможность по компьютеру смотреть и, соответственно, присылать по системе дистанционного обучения ответы на задания, это все ширится, ширится и ширится. Это вот научно-технический прогресс сограется. Есть, да. А есть, значит, у нас еще один университет, университет рабочих корреспондентов, в котором регулярные лекции, посвященные диалектике. То же самое. Он проводится на Очаковской улице. Есть кружок за пять лет, шесть выпусков. Например, вот я посмотрел, сколько посмотрело первое занятие в 2017 году. 9208 человек. Ого! 9208 занятия уже систематическое, люди читают, изучают. И вот надо сказать, что и люди, которые раньше, так сказать, на эту тему к этой теме не обращались, тоже к этой теме обращаются. Вот, например, товарищи Юлин и Кровецкий. О чем там говорится? Вот хотелось бы на этом ролике остановиться, потому что он очень интересен с точки зрения того, в каком состоянии находится это продвижение. С одной стороны, есть люди, которые понимают, что это такое богатство, которое для всего полезно. И вот товарищ Юлин, да, Борис Витальевич, эту мысль проводит последовательно. Как бы и с ним не спорил, Кровецкий, там он ему все время там... Одно предлагает другое, он в своей настаёмстве, что это полезно и нужно. И вот, и я думаю, что мы должны это отметить как позитивное. Безусловно. А что-то серьёзное, и у чего оно нет, целый ряд книг, он занимается историей, и он понимает, что это ускоряет вообще, он рассказывает, что это ускоряет сам процесс научный. Если человек знает общее, значит, он и в частном быстрее идёт вперёд. Вот. Ну, а есть в нём ещё и другое ценное, вот в том, что говорит Борис Витальевич, что Ленин, то ведь не догматик, не надо быть догматиками. Мы, я думаю, должны присоединиться к этой мысли, правда? Абсолютно точно. Мы против догматизма. Научный метод вообще враг всякого догматизма. Да, если это наука, значит, ни о каком догматизме не может быть речи. И в качестве примера борца с догматизмом не догматика приводит Ленина. Вот, поскольку он приводит Ленина, то вот как раз, я думаю, именно поэтому, раз это Ленин признаётся не догматиком, вот хотелось бы зачитать, а как Ленин считал, надо изучать диалектику. Потому что вот то обсуждение, которое мы берём для рассмотрения, Юлия Некровецкая, оно обсуждает, а как изучать диалектику? Ну, какой-то должен быть источник. Не указывают. Авторы не говорят, какое. Говорят, что а не надо Гегеля изучать. А как изучать что? Ну, давайте послушаем Ленина, он же не догматик. Вот Ленин говорит, я открываю работу о значении воинствующего материализма. Мы её в том издании наук и лойки, которое вышло под моей редакцией, и при помощи наших товарищей, которые нам помогли это сделать, товарищи Ломова, вот, поставили в качестве заглавной статьи, вот эту статью в Ленина о значении воинствующего материализма. Одна из самых поздних статей. Ленин, можно сказать, уже чувствовал, что он скоро уходит. Это его, можно сказать, философское завещание. Что он говорит? Мы должны понять, что без солидного философского обоснования никакие естественные науки, никакой материализм не может выдержать борьбы против натиска буржуазных идей и восстановления буржуазного веросозерцания. Чтобы выдержать эту борьбу и провести её до конца с полным успехом, естественник должен быть современным материалистом, сознательным сторонником того материализма, который представлен Марксом, то есть должен быть диалектическим материалистом. То, что вы сразу и сказали. Чтобы достигнуть этой цели, сотрудники журнала под знаменем марксизма должны организовать систематическое изучение диалектики Гегеля с материалистической точки зрения. Чтобы, собственно, мы с вами в этом участвуем в организации обсуждения по мере сил. То есть той диалектики, которую Маркс практически применял и в своём капитале, и в своих исторических и политических работах. И применял с таким успехом, что теперь каждый день пробуждения новых классов к жизни и к борьбе на Востоке показывает и подтверждает марксизм. Конечно, работа такого изучения, такого истолкования и такой пропаганды Гегельской идеологии чрезвычайно трудна. Вот мы заметили по поведению товарища Кровецкого. Очень трудна. Очень она ему трудна, ему особенно. Он, видимо, для тех людей, которые далеки от науки, это вообще непостижимо совершенно. И, несомненно, первые опыты в этом отношении будут связаны с ошибками. Но не ошибается только тот, кто ничего не делает. Опираясь на то, как применял Маркс материалистически понятую диалектику Гегеля, мы можем и должны разрабатывать эту диалектику. Какую? Эту? Эту. Диалектику Гегеля. Конечно. Ленин с другой не пользовался. Мы можем и должны разрабатывать эту диалектику со всех сторон, печатать в журнале отрывки из главных сочинений Гегеля истолковывать их материалистически, комментируя образцами применения диалектики у Маркса, а также теми образцами диалектики в области отношений экономических, политических, каковых образцов новейшей истории, особенно современной империалистической войны и революции, дают необыкновенно много. Группа редакторов и сотрудников журнала под знаменем марксизма должна быть, на мой взгляд, своего рода обществом материалистических друзей Гегелевской диалектики. Вот вы входите, Клим Александрович, в общество материалистических друзей Гегелевской диалектики? Я очень стараюсь. И я стараюсь. Я не могу сказать, что я освоил это дело на 5 баллов, но я пытаюсь. И я не могу сказать, что всё освоил, потому что это трудное дело, но мы по мере сил стараемся и другим по крайней мере не мешаем. Это уж это точно. Их тем более не путаем людей и не сбиваем их с толку. Вот без того, чтобы такую задачу себе поставить и систематически её выполнять, материализм не может быть воинствующим материализмом. Он останется, употребляющий длинское выражение, не столько сражающимся, сколько сражаемым. И вот поскольку мы не хотим быть сражаемыми, вот я думаю, что и Борис Витальевич, который выступает за изучение диалектики, и поскольку это не догматик посоветовал, а Ленин, который признан не догматиком Борисом Витальевичем, Борис Витальевич, я думаю, примет во внимание то, что я зачитал и будет этому следовать. Но я то же самое не могу сказать, конечно, про товарища Лекса Кровецкого. Лекса Кровецкого. Почему? Почему? Во-первых, к сожалению, и Борис Витальевич, они как-то когда рассказывают и говорят про эту диалектику, они какие-то берут законы диалектики, переход количества в качество, потом они берут закон отрицания отрицания, потом они берут закон перехода в единстве борьбы противоположностей, и все это какие-то отдельные законы, которые болтаются, как не может быть в науке, в науке же должна быть система знаний. наука – это система знаний, как говорил, или знания, приведённые в систему. А если мы возьмём вот кратко науку логики, система-то в чём состоит? Первый том – учение о бытии, качество, количество, мера. Второй том – учение о сущности. И там такие замечательные вещи, как рефлективное определение, а именно тождество, различие, противоположность и противоречие, ядро диалектики. А после этого идёт существование, которое все путают, люди неграмотные с бытием, а это не просто бытие, это бытие с основанием и при определённых условиях. Вот бытие с основанием и условиями – это уже существование. Вы просто живёте, просто вы есть или вы ещё и существуете. Вот чтобы существовать, надо ещё и, между прочим, что-то есть. А есть, я вот временно могу пробыть и без следы. А дальше идёт, за существованием, идёт не какие-то там три мифические законы диалектики. Закон, не диалектика изучает законы природы, общества и мышления, а не придумывает свои законы, какие-то законы особой диалектики. Так вот, там дальше идёт сущность, а сущность и закон. То есть, закон является, в явлении проявляется, а явление существенно. Вот где закон. Вот там закон, там, где вот после существования, а после законов идёт, действительно. Этой категории вообще не везёт. Вы хотите категорию действительной употреблять? То есть, вот человек есть, но он недействительный. Вот есть у нас капиталисты, но они недействительные. Они не развивают производство, а только с кого-то хотят что-то забрать. Купик, продакшн, интернешн, ЛТД. То есть, существование, это ещё не действительность. А действительно, это когда на поверхности уже явлений просвечивает уже и сущность, что сущность соединилась с явлением. И вот тогда только мы можем говорить об этом действительно. У нас есть люди, но вот есть у нас убийцы, они же люди, люди, они есть, существуют, но они недействительные люди. Не надо давать им звание действительных людей. Ну, дальше пойдём. А дальше переход к действительности через инстанцию, через субстанцию идёт к субъективной логике, то есть, к отражению мира по существу. А в субъективной логике там есть субъективность, и там рассматривается суждение, ему заключение, всеобщее, особенное, единичное, причём берётся всеобщее, всеобщее потом берётся с отрицанием, и получается особенное, а потом берётся второе отрицание, вот в соответствии с законом, который слышал даже не только Юлия, но и Кровецкий. Второе отрицание получается единичное, но такое единичное, которое в себе содержит и всеобщее, и особенное. Потом идёт объективность, там о химизме говорится, о механизме. Сейчас все хотят создать какой-то механизм, будет управлять нашей экономикой. Вы видели механизм с головой? Я не видел. Пока нет такого. Часовые механизмы бывают, но не с головой. И вот все хотят механизм. Нельзя создать механизм. Это не механическое движение. Общественное движение не является механическим. И химия уже исключает это механическое движение. Там совсем другое движение. И вот он там доводит это дело до идеи. Третья, последняя часть. Причем идея как идея отражения мира. Можно сказать в фейербаховском смысле. То есть идея только отражения мира. Идея созерцательная. И идея преобразующая. Раз преобразующая, так она должна базироваться на том, что я изучил то, что собираюсь преобразовывать. Она поэтому включает в себя и ту идею созерцательную, и идею изменения мира, отвечающую на вопрос, что делать. И вот эта идея называется абсолютная идея. И это все понятно и очень просто. В конце написано, кто не прочитал еще науку логики, как вот в детективах открывается самое последнее, с конца, и там вот как здорово. Что вот единство, идея отражения мира, идея преобразования мира, есть абсолютная идея. И люди, которые хотят получить абсолютную идею, не рассуждать должны просто про какой-то абсолют. То есть абсолют это то, что неопосредственно ничем. А прийти к этому. И вместо... То есть если речь идет о содержании, надо сказать, что вот эта дискуссия, она до этих вот вещей, о которых я сейчас говорил, вообще не дошла. Нет, конечно. Она дошла до того, что Лекс продемонстрировал то, что мне, как его товарищу, так известно, он не читал Гегеля. Он читал что-то о Гегеле. Даже Ленина в философской цитрани точно не читал совершенно. Но что-то о логике Гегеля он знает. Он слышал три закона диалектики, правда не очень понимая, зачем они нужны. Не знаю. И так как он не понимает, зачем они нужны, он совершенно честно и говорит, как несомненно честный человек, я не знаю, зачем нужны законы диалектики, с их помощью ничего нельзя предсказать. Потому что научный метод подразумевает под собой не только объяснение действительности, но и какую-то научную прогностику. То есть, что в итоге будет на практике. Ну и примеры Лекс приводит меня, совершенно честно говоря, потрясшие. То есть, это понятно, что человек не в курсе, о чём вообще говорит. Какая может быть единство и борьба противоположностей между зелёным и синим, говорит Лекс. Вот есть у нас зелёный и синий, а какая между ними борьба? Совершенно дикий какой-то разговор, какое-то обсуждение. Совершенно понятно, что когда речь о противоположности, надо взять противоположность. Но для этого надо залезть во второй том и понять, что прежде чем вы прийдёте к противоположности, вы должны знать, что такое различие. А различие – это же различие тождественного. То есть, само различие содержит в себе и тождество. Поэтому единство и борьба противоположностей, они неразделимы. А когда вы берёте просто разные цвета, ну, вы совсем не то применяете и совсем не к тому. Поэтому я не могу сказать, что это вот научный у него подход, и ничего общего с наукой я там не вижу. Ну, я человек не совсем отделённый от науки. Не совсем. Мягко говоря. Да, и мне приходится. Более того, значит, я уж не знаю, в чём, так сказать, состоят достижения товарища Кровецкого в науке, потому что я посмотрел на слово «кровецкий», я нашёл только несколько, так сказать, разговоров в обложке, то есть, аудиокнижек, и несколько статей такого же рода по каким-то образовательным программам, то есть, по тем вопросам, которые, строго говоря, к науке не очень-то относятся. Вот я полностью согласен и с тем, что говорил Юлин, и с тем, что говорил Кровецкий, что не надо подменять на уху историей науки. Потому что в истории науки идут слабые люди, которые могут переписывать. Этот сказал то, этот сказал то, этот сказал то. А наука – это система знаний. Никакого понимания системы знаний у Кровецкого даже и духа нет. Более того, вот вы так, можно сказать, либерально относитесь к товарищу Кровецкому? Я тоже либерально, я готов его похвалить с точки зрения диалектической. За что? Вот есть люди тёмные совсем, безграмотные, и люди, которые не хотят ничего изучать, не хотят трудиться, у них есть умственная лень, они не понимают, что в науку нет широкой столбовой дороги, и что только тот может достигнуть её сияющих вершин, что никто не страшась усталости, как говорил Маркс, а гайд по её каменистым тропам. Что делает Кровецкий? Кстати говоря, про каменистые тропы, я вот Аристотеля читал очень внимательно ещё в УЗИ, я не могу сказать, что Аристотель написал сильно проще, чем Гигель. А он не сильно проще, если возьмёте формальную логику Аристотеля, я думаю, там ещё и потруднее. Это факт. Потому что Гигель как раз упростил это дело, и благодаря тому, что он сказал, что вот это вот такое жёсткое разделение необязательно, то есть на самом деле можно взять любое положение, и оно преобразовывается и в противоположное, и в другую форму. А вот Аристотель-то в пятом веке он свои эти начала писал очень сложным языком, правильно говоря. Так вот, что сказал, что говорит Кровецкий. Диалектику не надо, надо векторную алгебру. Ну, это как пример взял. Как пример, прямо в место. Я вот это послушал, мне довольно странно это было. Я вообще кончал математико-механическое факультет с отличием. Издавал я, кроме векторной алгебры, и много чего другого. В том числе теорию групп, теорию колец, гомологическую алгебру, теорию математическую статистику, теорию вероятности. И тут вдруг векторной алгебры больше ничего не знает. Вот мне пришлось в своё время с профессором Исенько написать такую книгу «Математику политической экономии». Книга была написана в 1982 году. Эта книга посвящена применению математики не во всей общественной науке, не во всей гуманитарной науке, как предполагает себе гражданин Кровецкий, а в политической экономии. Эта книга была опубликована в Китае. В 1988 году на китайском языке. И я хочу сказать, что не надо путать Божий дар с яичницей. Есть математика, она базируется на формальной логике. Математика абсолютно необходима, и формальная логика необходима, и без формальной логики не обойдёшься. Более того, Энгельс объяснял, если вы сидите в своей квартире, ну вот как, скажем, Кровецкий на диване, и никуда не выходите на широкие просторы исследования, вам диалектика не нужна. Обойдётесь вы формальной логикой. Я более того скажу, формальная логика в таком случае тоже нужна далеко не всегда. Тоже не всегда. Выпил, закусил. Зачем формальная логика? А вот если, говорит, вы выходите на широкие просторы исследования, то, значит, диалектика совершает над вами всякие чудеса. Почему? Вот беседовали два человека, и из всей беседы никто не сказал, что диалектика – это ядро диалектики, наука о противоречиях. Про противоположность говорили, про отрицание отрицания говорили, про качество и количество говорили. А про противоречие ни слова. Но противоречие она изучает. А противоречие, что не противоречиво у нас? Всё противоречиво, всё противоречиво. Но всё можно брать односторонне, формально, логически. Но если вы хотите его взять в движении, в изменении, ну вот этот стакан, его раньше не было. Это был песок, потом стало стекло, потом стал стакан, потом вот вы выпили, а ещё нет. Вот теперь его стало меньше этой воды. А ещё есть чуть-чуть. А движение – это равенство с собой и неравенство с собой одновременно. Причём их механическое движение, как показывает Гегель, а тем более движение в других сферах, физической, химической и в общественной сфере. То есть, не эта вот наука, а противоречие. И по отношению к этому гражданин Кровецкий говорит, что это шарлатанство. Диалектика шарлатанства. Да, это говорит интеллектуальное жульничество, вот так вот. Да, и прямо говорит шарлатанство. Причём интеллектуальное не в том смысле, что оно очень умное, а в том смысле, что используют некий интеллектуальный язык. Да, и он называет это мошенничеством. Ну вот, если бы я не знал диалектики, я бы начал его ругать. Но как человек всё-таки приобщённый в какой-то мере к диалектике, я могу только похвалить Кровецкого, что он то, что некоторые люди тёмные, забитые, тупые, повторяют всякие глупости в силу своей необразованности, темноты, забитости и тупости, он взял это и бряхнул прямо вот в интернете. Вот некоторые люди считают это подвигом, какую-то глупость сказать в интернете. Я думаю, что этим самым он себя обозначил как врага диалектики. Потому что человек, который говорит, что диалектика мошенничества, это враг диалектики. Это разные вещи. Он по этому поводу ничего не скрывает. Я по этому поводу в интернете лежу большая. Вот поэтому, я думаю, и правильное название будет нашего ролика. Это о друзьях и врагах диалектики. Друзья – это те, которые её изучают и применяют для решения всех общественных проблем. А враги – это те, которые что делают? Значит, я думаю, что мне придётся, видимо, или этого не знает, или притворяется, что не знает Лекс Коровецкий, что вот диалектика – это не только источник марксизма, один из трёх источников, но ещё составная часть марксизма. А вот если убрать диалектику как составную часть марксизма, это марксизм, значит, что будет? А это проделал товарищ, точнее, наверное, господин, правильно сказать, Ойген Дюринг в своё время. Да. То есть, если вы уберёте диалектику, она же не просто, то есть, вот Ленин говорит, что марксизм – это из одного куска стали. Вы вытащили оттуда диалектику, и не стало марксизма. То есть, на этом основании, уже без всяких шуток, Коровецкий – антимарксизм, враг марксизма, и враг материализма, а не только враг диалектики. Он, как враг марксизма, он антикоммунист. Сколько бы он ни говорил, что я за коммунизм, если они коммунизм понимают в том, что всё польётся полным потоком, и вот, так сказать, подползай к трубе и получай. Если это коммунизм, в этом состоит. Вот, так сказать, в том, что в тех представлениях, которые есть у тёмных людей. То есть, человек, который в наше время с этим вылез, он выразил то, что является самым тёмным, самым грязным, и он является носителем буржуазной идеологии. Потому что буржуазия, для неё диалектика – это самое страшное. Почему? Вот и Энгель говорит, что для буржуазии диалектика внушает ужас, потому что она ни перед чем не останавливается, она всё подвергает, так сказать, сомнению и критике. И с диалектикой связана созидательная и революционная деятельность рабочего класса и вообще коммунистов. Поэтому те, кто враги диалектики, они враги и марксизма, и враги коммунизма. Но прикрывается, так сказать, словом «коммунизм». Вот кто такой Лекс Кровецкий. И мы вынуждены это констатировать по одной простой причине – сам вылез. Ну зачем ты вот с этим вылезаешь? Я понимаю, что такая мысль может от отчаяния. Мне иногда пишут люди, «Михаил Владимирович, я пробовал читать, ничего не понимаю». Вы попробуйте почитать книгу по математике, хорошую, потому что там ничего не поймёте. Хотите по химии? Я вот в химии ничего не понимаю. У меня последнее достижение по химии, что я второй степени городской олимпиады получил. Ну если я сейчас сунусь в какую-нибудь книгу научную по химии, ну это даже смешно, что я там буду что-то про неё говорить. А уж если вы возьмёте там физику, там одни формулы, там вы ничего не поймёте. Поэтому, когда человек что-то не понял, ну он должен, так сказать, сидеть тихо. Нет, ну у Лекса есть… Это же он не просто так вот сказанул. Он эту, свою позицию, выразил письменно. У него есть статья по этому поводу, как выяснилось в интернете. То есть это не случайная оговорка. Я к чему? Раз это не случайная оговорка, значит, это умышленная… Это не случайная оговорка. Лекс последовательно отрицает полезность диалектики. То есть он сознательный брак марксизма и сознательный брак коммунистма. Что я ещё вывод должен сделать? Скажите мне что? И это мне единственное, что непонятно категорически. Вот вообще. Это для меня загадка за семью печатями. Я не понимаю вообще, как так можно. Лекс критикует науку логики Гегеля, не прочитав науку логики Гегеля по собственному признанию. Он сказал, что он пытался её читать, застрял на первой голове, понял, что это какая-то глупость, и читать её перестал. Однако подвергает её развертанной критике. Прочитав статью и послушав данную дискуссию с Борисом Витальевичем Юлиным, я понял одну важную вещь, которую мою загадку за семью печатями, ну, по крайней мере, может быть, не все печати сняла, но одну точно. Лекс обсуждает не науку логики Гегеля вообще. Он обсуждает некоторых современных диалектиков, так сказать, которые эту самую диалектику пересказывают. Лекс, видимо, тоже не до конца её поняв. Это знаете, как это ксерокс с ксерокса, с ксерокса, с ксерокса, когда там после пятого копирования превращается уже в мутный непонятно что текст. То есть, и послушав ролик, и прочитав, я понимаю, что он Лекс... Ну, тогда не надо говорить о научности, тогда человек далёкий от науки. Да, но на самом деле, я вот в своё время... Надо брать первоисточники, все это знают в науке, что надо брать первоисточники. Ты же собрался критиковать что-то, так ознакомься с чем-то уникальше. Потому что я когда... Нет такого непререкаемого, что нельзя бы критиковать. Конечно, нет, всё можно, и нужно всё критиковать более того. Я когда 3,5 года назад вот тут с Дмитрием Юрьевичем записывали ужасный совершенно ролик про новую хронологию академика Фоменко и Носовского, это же, мягко говоря, вот мягко говоря, ненаучное произведение, я прочитал 5 основоположных книг Фоменко для этого по истории, чтобы это критиковать. Ну, как я могу критиковать Фоменко? Хотя я предполагал, что это, конечно, что-то такое не совсем историческое, но пока я не прочитал эти книги, я не мог об этом основательно говорить. Вот, и при этом Лекс рассказывает о научном методе, как универсальном методе познания, в том числе и как отрицание чего-либо. Например, вот не нравится ему наука логики Гегеля, как можно её отрицать, если ты не знаешь, что ты отрицаешь. У него же нету как раз с наукой логики Гегеля единства, а значит и борьбы, потому что он единство с ней не купил ещё никак. Потому что наука логики, она вот, а на Олекс в Москве. Ну, я думаю, вот какая польза от такого выступления, потому что мы всё равно должны посмотреть, а что, какая-то польза есть? Ну, какая-то польза есть. Польза, что все люди, которые это смотрят, вот то, о чём мы говорим и с чем мы выступаем, они должны понять, что не надо попадать вот в эту ситуацию такую. Или бы вы изучаете, и тогда вы получаете полное право критиковать, рассматривать, обсуждать, как водится вообще в науке, потому что в науке критика приветствует, это не догматизм. Критикуйте, излагайте, опровергайте и так далее. Или человек не читал, не изучал, не понимает от второго, просто не читал и не изучал, тогда вот если он громко гремит, он гремит, как пустое ведро. И вот не надо ставить себя в такое положение, не надо в такое положение себя ставить. Совет вот нас, я думаю, совет вот людям, которые, ну вот, имеют возможность выступить для большой аудитории, это не основание для выступления. На самом деле, тут выступление-то, как мне кажется, оно крайне запоздало. Почему? Потому что, когда я его слушал, это вот в данном случае этот самый диалог Бориса Витальевича и Алексея Кровецкого, я не покидал ощущение, что я все это где-то уже видел, слышал и читал, потому что вот был Ойген Дюринг, который написал книжки, цикл лекций по философии, написал он натуральный диалектик, он написал книгу о натуральной диалектике, написал книгу о теории науки, теории фон Визеншафт, скажем так, как это называлось, не помню сейчас, но неважно. Факт в том, что это был последовательный противник как раз диалектики. Он пытался изъять диалектику вообще из научного обращения, ее последовательно критиковал. А к Ойгену Дюрингу обратился Фридрих Энгельс с известной книжкой «Анти-Дюринг». И в принципе все вопросы, которые поставил Лекс, их поставил еще Ойген Дюринг, и на них ответил Энгельс, это еще было в 19 веке, черт знает когда, может почитать. А может Лекс Кровецкий хотел узнать, что вы скажете по этому поводу, по поводу его выступления? Я об этом лично ему говорил не сосчитать сколько раз. Не сосчитать сколько раз. Но Лекс говорит, что если он как математик, а он математик, если он возьмет книжку и на первой странице увидит, что на первой странице есть 10 ошибок в таблице умножения, он сразу скажет, что эта книга по математике скорее всего негодная. И таким образом он сказал, что вот то же самое я увидел в науке логики. Одно ваше положение хочу оспорить. Вот вы сказали Лекс математик. Значит, хочу вам сказать, кто такой математик. Вот я закончил матмех. Я не математик. Почему? Потому что математик это человек, который самостоятельно доказал какую-то серьезную теорему. Я какие-то мелкие теоремы в дипломной работе доказал. Это не основание считать меня математиком. Это значит, я могу писать формулы, я могу понимать при известном прилижании математические тексты. Но я не математик. Математик это человек, который доказал теорему. Какую теорему доказал Лекс Травецкий? Я не знаю. И я не знаю. Я посмотрел, не нашел. Я бы почитал, какой он доказал. И увидел бы, пишется теорема, а потом доказательство. И можно доказательство взять и просмотреть. А если человек не доказал никакой теоремы, не надо ходить и доказывать, что ты математик. Потому что писать формулы, я столько видел спекулянтов, особенно у нас был целый Центральный экономический Математический институт. Туда собрались а, экономисты, которые не знают математики, и б, математики, которые не знают экономики. Потом было решение комиссии ЦК, КПСС, который проверял институт, что за 20 лет он ничего не дал полезного народному хозяйству. И оттуда вышли всякого рода противники, вот эти сторонники рыночного социализма и противники социализма. В том числе Петраков. Там был такой Петраков, замдиректора СМИ, Николай Яковлевич. Этот Петраков написал книжку, рыночную книжку, ревизионистскую до мозга костей. Я послал свою дипломницу поизучать, нет ли хоть какой-нибудь каких-нибудь работ у него с математикой. Нет у него работы. Он каждый раз говорит, ну, поскольку вы не знаете математики, я вам без математики объясню. А он с математикой не может, потому что он с ней не в друзьях. Поэтому я думаю, что и этот подарок тоже мы не должны давать. Если человек чем-то занимается, то у него есть список трудов. И этот список трудов, он тоже должен быть труды, должны быть кем-то признаны, а не просто так. Если я пойду и заявлю, а я вот химик, потому что я, видите ли, смешиваю соляную кислоту или серную кислоту, смешиваю с марганцовкой. И тогда я иду, пах-пах, получается, и летают в воздухе такие вот интересные сиреневые штучки. Я думаю, что это недостаточно, чтобы считать меня химиком. У меня натрий сгорел в кармане. Это тоже недостаточно. Я в больницу, правда, попал. Думаю, что человек должен, вот если он говорит о сфере науки, о научности, во-первых, ну даже духа нет того, понимания того, что наука – это система знаний. И в математике, в математике человек должен видеть систему математики. Вот, например, нам член-корреспондент Академии наук Дмитрий Константинович Фадеев, который у нас именно алгебру читал, в том числе и... И вектора. Да, вот он нам рассказывает, что такое математика. Математика – это как бы нарисуем свинью. Вот у него есть морда, вот этим она роет, это математический анализ. У неё есть кишки. Вот кишки – это алгебра. То есть, они непосредственно вроде как не применяются, а внутри математики вообще применяются и так далее. То есть, это тоже вот системный взгляд на математику. А просто вот говорить, что я там математик, а уж тем более, скажем, ну человек делает программы. А программа что такое? Это задание машинам. Вот мы, например, зачёты получали за то, что мы делали программы на алголе 60. Если ты не получишь за счёт, не будет у тебя стипендий. И что на этом основании я скажу, что я математик, что я программы составлял. У нас таких людей сейчас программистов пруд пруди. И в этом смысле кто? Олег Скровецкий лучше, чем другие программисты. Ну, это пусть программисты оценят, а он хочет сам оценивать себя. Вот я думаю, это не скромно. В данном случае это у него есть, как мы с чего начали, абсолютно правильная мысль, что нет в науке вообще ничего вечно постоянного, ну, в смысле авторитета. То есть, любая теория, даже уважаемая теория, может быть подвергнута сомнению или критике. Это абсолютно точно. Может, но вот я вижу, что всех вопросов, которые он берётся, не подумав, у него это явный ляпсус. Например, он сказал, что Маркс вот разработал теорию классовой борьбы. Маркс не разработал теорию классовой борьбы. Это разработали французские буржуазные историки. Но человек хоть немножко, если он куда-то входит в эту отрасль, он должен познакомиться. Это историки все знают. Теория, Медея и Гизо. А Маркс говорит, что я показал, что вот это вот классы, что сами классы, которые открыли буржуазные историки, связаны с определёнными фазами развития общества. Что-то классовая борьба ведёт к диктатуре пролетариата. А диктатура пролетариата является обществом без классов. Ведётся уже, приводит к обществу без классов. Вот что сделал Маркс. А вопрос о диктатуре пролетариата главный в марксизме. Ничего такого я от Лекса Кравецкого не слышал. Это вот у нас развелись такие коммунисты с хрущёвских времён, которые рассуждают о классовой борьбе без диктатуры пролетариата или о коммунизме без того, чтобы признавать главный вообще в марксизме и в коммунизме. Поэтому то ли можно сказать, что это они научные, а можно сказать, что это ревизионисты. Кто такие ревизионисты? Они же в науке ревизуют. Это же не какие-то черви. Это черви, которые грызут именно марксизм. Они его хотят переделать в буржуазном духе. Изъять из марксизма, выесть, так сказать, вот самое ядро диалектики из марксизма, это значит его уничтожить. Поэтому сам Кравецкий своими вот этими непродуманными выступлениями поставил себя в положение врага марксизма. Если это ему нравится, если он хочет ходить с такими регалиями, но он это сделал. Только и всего. Ну, тут меня на самом деле покоробило, и всегда коробило, когда мы с Лексом общались по этому поводу. Я говорю, послушай, вот как же так? Вот ты говоришь, что диалектика вообще еще никак не доказала своей практической пользы для науки и для общества как применение науки, не доказала никакой своей прогностической силы. Я говорю, как же ты не доказала? Вот смотри, был такой человек, Карл Маркс, который основал вообще всю свою теорию на диалектике полностью, о чем сам постоянно писал и говорил, да, если бы он не писал и не говорил, открой просто первую главу, первого тома «Капитал», это же просто в чистом виде диалектика гигида, просто в чистом виде. Тут даже нужно просто сунуть нос в науку логики, а потом сунуть нос в «Капитал». Так если человек не туда-не туда нос, не суверен. Сразу всё поймёшь. Потом был такой мужик, Ульянов, который изучал диалектику. Как алгорюр революции. Да, потом дожил там до 44 лет и изучал её ещё раз, поняв, что изучил недостаточно. И это позволило ему, между прочим, успешно провести социалистическую революцию. Без диалектики ничего бы это не получило. Правильно. Сначала он написал, как мы помним, материализм и империокритицизм. Это причём было в самый острый момент крушения интернационала очередного. Тяжелейшей борьбы в партии, когда оттуда подвинули этих богоискателей и богостроителей, прошу прощения, Богданова, Илона Чарского вслед за ним. Вот. А он в это время написал материализм и империокритицизм, который тоже является, между прочим, совершенно полной трансляцией применения науки Гегеля, науки логики Гегеля, вообще гегелевской диалектики. Марк в своё время, ещё в 19 веке, когда ещё империализм даже не наступил, он предсказал, причём довольно точно, когда этот империализм наступит. И чем это закончится конкретно мировой войной? Он её тоже очень точно описал, мировую войну. И чем закончится мировая война, когда короны будут валяться на тротуарах и никто не захочет... А благодаря чему стал не догматиком Ленин? Благодаря диалектике. Ленин же сделал свой вывод о том, что надо поменять вообще понимание представления о том, как совершается революция. Потому что для одного периода развития капитализма, для капитализма на свободной конкуренции, было ясно, что это будет совместное действие пролетариата или пролетариев, ведущих капиталистических держав. А потом, когда закон неравномерного развития капитализма при империализме так далеко продвинулся, что уже одни страны имеют одни условия, другие другие условия, невозможно, чтобы в разных странах одновременно созрели условия для социалистической революции. И тогда Ленин сделал вывод о том, что возможно революция в одной отдельно взятой стране. Вот это вот не догматизм. Вот это вот диалектик. А если бы он не опирался на диалектику, он такой бы не сделал. И он называл, что вот империализм это та самая ступенька, что выше которой идёт только коммунизм. То есть, он выводил коммунизм из империализма уже, из её высшей и последней стадии капитализма. Вот оно, империализм как высшая стадия капитализма, и это при самой, можно сказать, первое крупное произведение после изучения науки логики и самое яркое воплощение вот этого применения гегельской диалектики для изучения какого-то живого процесса. Это процесса превращения сначала капитализма в империализм, а империализма как кануна социалистической революции в коммунизм. И мы можем сказать вслед за Лениным, что капитализм, вы можете его критиковать, но он мама коммунизма. Так, Олег Скороевский у нас тоже папа, но что-то тут другого высказывания. Я как раз и говорю, что вот такие-то достижения в диалектике есть, вот они у нас, Советский Союз, это достижение применения диалектического материализма. Конечно, вот и пример. Истмата заодно. Так он говорит, послушай, Жуков, видишь ли, в чем дело? Это писалось в 19-м, начале 20-го века, когда было хорошим тоном ссылаться или как-то цитировать прямо или опосредованно гегеля. это такой маскировочный новояз. Что у Маркса, что у Энгельса, что у Ленина. Я говорю, Лекс, а ты хоть что-нибудь почитай из этих указанных товарищей. Там уже прямо, если бы это был маскировочный новояз, Ленин не стал бы писать такое количество слов и десятков предложений, которые он посвятил конкретно науке логики гегеля. Или, нужно будет признать, прямо вот вслед за этим, что и Маркс, и Энгельс, и Ленин, это были какие-то то ли любители ролевых игр в Гегеля, то ли реконструкторы этого Гегеля, я не знаю, то ли фетишисты, или просто прямые жулики, то есть обманщики. То есть все трое. А как-то вот у меня не поднимается рука. Конечно, мы не уважаем авторитетов как некие догматы. Конечно, нет. Это просто заслуженные люди, которые доказали свой авторитет практикой. Но их теоретическое наследие может быть оспорено. Но все-таки называть, шарлатанами всех троих, что-то как-то у меня рука не поворачивается. Язык не поворачивается, рука не поднимается, прошу прощения. Ну и потом, что это за аргумент? Есть в науке, многие вещи и добываются раз навсегда. Вся наука на этом построена. Наука ведь дальше идёт вперёд, опираясь на то, что она уже добыла. Да. И в Клид ещё раньше жил, чем Ленин, и чем Гегель. Намного. И аристот. И в Клидовую геометрию преподают в школах. И теорема Пифагора, как известно, тоже написана в те давние времена, когда было рабовладение, и поэтому, ну что тогда вы по поводу теоремы Пифагора не выступаете? Что это такое? Давно уже она устарела. Он же там и другую вещь, совершенно нелепость сказал безграмотную насчёт того, что каждая истина научная носит вероятностный характер. Ну что за глупость? Есть вероятностные процессы, а есть случайные процессы, а есть процессы невероятностные. Ну как же? Вот есть теоремы геометрические, они доказаны раз навсегда. Человек встал на ноги раз навсегда. Вот я помню в журнале «Коммунист» была интересная дискуссия, и один философ написал о том, что бывает раз навсегда. И он много очень привел примеров того, что в жизни очень многое. Вот прямохождение началось, это тоже раз навсегда. Так что же мы, если было прямохождение, должны снова встать на четвереньки теперь? Некоторые, правда, едут на бровях. Да, бывает. Да и на четвереньках тоже бывает. Я видел. Вот так. Так что мы можем похвалить, я думаю, товарища Коровецкого за то, что он взял на себя груз такой показать, выразить то, что, может быть, у разных людей где-то бродит, он в ярком виде это выдал и позволил нам тоже в открытой форме этому противопоставить то, что нужно этому противопоставить. И вот за это, я думаю, можно его поблагодарить. Ну, а Борису Витальевичу вообще надо поблагодарить за то, что он в этих условиях напрямую защищал твердую диалектику. Да, и он, кстати говоря, сказал очень, на мой взгляд, при нескольких неправильных, на мой взгляд, мыслях, очень правильную, что если вам диалектика не нужна, так можете ее и изучать. Да. Зачем? Вас же никто не заставляет. Конечно. Если у вас и так получается все хорошо, зачем вам что-то учить? Нет, он говорит, у меня есть ряд вопросов, я готов встретиться, обсудить, и я думаю, что мы тоже, мы всегда готовы встретиться с Борисом Витальевичем, пообсуждать эти вопросы, как с человеком заинтересованным в чем? В правильном понимании, в применении диалектики, тем более, что у него есть опыт такого применения в исторической науке, это большая редкость. Да. Вот такая история с диалектикой, а также ее друзьями и не очень друзьями. То есть враги. Да. Спасибо, Михаил Васильевич, очень интересно. Спасибо вам. И вам тоже всем спасибо, всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok